Итак, 4 глава Евангелия от Марка. Слово Божье будет производить стократный урожай. И затем вы приходите к 20 стиху. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают Слово и принимают, и приносят плод один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Я хочу у вас кое-что спросить. Слово Божье где-либо здесь потерпело поражение? Нет. Семя не потерпело поражение, не так ли? Некоторые из этих семян были посеяны в неправильном месте. Некоторые из них дьяволу позволили выкопать. Дьяволу удалось помешать некоторым семенам принести ожидаемый урожай, что причинило ущерб сеятелю, но Слово Божье работало всегда. Наконец, когда кто-то занял определенную позицию и отбросил эти пять вещей, оно начало производить вплоть до стократного урожая. Но скажу вам, 30-ти кратный урожай – это весьма неплохо. 30-ти кратный урожай нацелит вас на 60-ти кратный. 60-ти кратный урожай смотрится действительно хорошо. Но не садитесь и не расслабляйтесь на этом. Продолжайте двигаться вперед. Хвала Господу. Достигайте ста крат. Я слышал, как одна женщина как-то раз сказала, «Говорю вам, это навсегда оставило след в моей жизни». Оно как раз имело отношение вот к этому месту Писания. И к тому, чтобы не позволять дьяволу красть у вас. Она сказала, «Позвольте мне вам кое-что сказать. Не пускайте дьявола на заднее сидение своей машины, потому что вскоре он захочет сесть за руль». И это абсолютно истина. Слово Божие говорит 4 главе послания к Ефесянам, «Не давайте место дьяволу. Не позволяйте ему красть из вас Слово Божье». Что бы вы на этот счет не чувствовали, скажите следующее. «Я не движим тем, что я чувствую. Я не движим тем, что я вижу. Я движим только тем, во что я верю. Я верю Богу. Давайте. Нет, знаете, прежде чем я это сделаю, я хочу пройтись с вами через это. Я сказал, что Слово Божье будет производить сто крат. Боже мой, если бы у нас была еще неделя или больше, мы бы вместе прошлись по всему этому списку. Разве это было бы не отличное время? Я просто назову вам некоторые из этих вещей, и вы сразу же поймете, вы сможете понять, вы сможете сразу же понять, почему дьявол в таком смятении, когда люди начинают приезжать на такого рода собрания. Позвольте мне вам кое-что сказать, только не поймите меня сейчас неправильно. Я не критикую кого-то другого или какое-то другое служение. Хорошо? Я говорю об этом служении, о том, в котором задействован я. Я спрашивал Господа несколько раз. Я спрашивал, Господь, почему это место просто не переполнено людьми? У нас на этих служениях происходят такие чудеса. Жизнь людей справляется и все такое. Я этого не понимаю. Я всегда думал, что именно чудеса и собирали толпы. Но не только чудеса собирают толпу. Я сказал как-то раз Господу, в тот вечер на служение было около 50 людей. Я действительно возмутился. Я вернулся в свой гостиничный номер, я сказал, Господь, я устал все время проповедовать 40 или 50 человекам. Это самое сильное послание, которое я когда-либо слышал, или о котором я что-либо знаю. Я знаю как. Я знаю достаточно, чтобы помочь людям преодолеть жизненные бури. Я видел людей, которые на последних стадиях ужасных болезней закрывались в Слове Божьем и оставались в нем до тех пор, пока не выходили победителями. Я видел это так много раз. Мне потребуется не один день, чтобы о них рассказать. У нас есть десятки тысяч свидетельств людей, которые выбрались из ада на земле. И все потому, что они знали как. Одна женщина сегодня находится в служении. Ее врач позвал ее мужа, показал ему рентгеновский снимок и спросил, «Вы это видите? Вы вот здесь это видите?» Тот ответил, «Да». Врач сказал, «Вы знаете, что это такое?» «У нее нет никаких шансов. Ваша жена не сможет поправиться». Ее муж спросил, «Почему?» Врач ответил, «Это ткань мозга, которая выводится, выходит через ее почки. Единственное, как я могу объяснить вам, что с ней происходит, это то, что ее ткань не расплавляется. Она уже все». Но та женщина знала, как стоять на Слове Божьем. И врачи сказали, «Нет никаких шансов, она беременна, мы не можем спасти их обоих, это невозможно». Что мы будем здесь делать? И все то время, когда это происходило, внутри себя она стояла на Слове Божьем, она стояла на Слове Божьем, она стояла на Слове Божьем. Она слышала все, что они говорили. Они думали, что она была в коме. Никогда не видите негативных разговоров рядом с людьми, находящимися в коме. Их мозг не может вас слышать, но их дух может. Они осознают, что происходит. Они просто не могут простереться через эту завесу и ухватиться. Не делайте этого. Говорите рядом с ними Слово Божье. Так они встанут и заговорят. И, наконец, внутри себя она сказала, «Иисус, мне нужна здесь помощь. Я говорю это, я говорю это. И я говорю Слово Божье. И я стою на Слове Божьем. Это мое тело. Я еще не закончила свое служение». И она просто продолжала стоять, стоять и продолжала стоять. Она сказала, что это стало действительно сложно делать после того, как ее тело вышло из строя. Ей действительно было очень тяжело, но это не имело никакого значения. А она не перестала это делать. Она продолжала двигаться вперед. Она продолжала делать это до тех пор, пока сила Божья не сошла на нее и не уничтожила в ней эту болезнь и не спасла ее ребенка. Она и ее ребенок. У них, у обоих, все хорошо. Но говорю вам, друзья, приходит время, когда вы просто становитесь злыми на дьявола и начинаете прославлять Бога. Вы берете Слово Божье и говорите дьяволу, «Послушайте, мистер дьявол, вы пришли не в тот дом». Да, не смей от меня сейчас убегать. Не смей убегать. Ну-ка, вернись сейчас сюда. Я тебе сейчас устрою. Я потрачу следующие 30 минут на то, чтобы на тебе живого места не оставить. Ты узнаешь, что значит приходить сюда и трогать моих детей. Во имя всемогущего Бога на небесах не приближайся к этому дому. Я слышал свидетельство одного человека. Пусть Бог его благословит. Он сегодня в служении. Он был... Я сейчас не помню, чем он занимался в группировке «Черные пантеры», но это не было чем-то хорошим. Он был алкоголиком и принимал наркотики. Он сказал, что обворовал каждого члена своей семьи, кроме одного, кроме своей тетушки. Он сказал, что, наверное, в каждой семье есть такой человек. Он сказал, что она была большой и громкой. И она любила Бога. И она только об этом и говорила. И он сказал, что она была единственным членом семьи, которого он еще не обокрал. Он сказал, я не хотел с ней связываться. Но, наконец, я решил, что у меня не было денег, я сидел на наркотиках. И, наконец, я отправился в дом тетушки. Я начал стучать в дверь, пытаясь звучать как можно недоброжелательно. Тетушка выкрикнула, «Перестань стучать в мою дверь! Твои длинные волосы у тебя на лице и твои темные очки нисколько меня не пугают! Заходи-ка сюда, парень, я изгоню из тебя беса!» И он прав. В каждой семье есть такой человек, слава Богу. У меня вся семья такая, слава Богу. В любом случае, он зашел туда, большой и крутой, применив к ней некоторую жестокое, забрал ее деньги. И она сказала, я скажу тебе прямо сейчас, они арестуют тебя и посадят тебя в тюрьму. И когда они это сделают, ты обратишь свое сердце к Богу. Понимаете? Он ответил, меня никогда не арестовали. В мире нет такого полицейского, который мог бы меня поймать. Он сказал, в один из дней меня арестовали. Тетушка сказала слово. Его посадили в тюрьму. И он сказал, прежде чем я успел об этом подумать, я стоял на коленях, говоря, о, Бог! И сегодня этот человек находится в служении. Слава Богу! Аллилуйя! Воздайте Господу хвалу! Это... Послушайте следующее. Слово Божье будет производить сто крат. Книгой пророка Исаия 55, 11 говорит. Оно совершает то, для чего я послал его. Послание к римлянам 10, 17 говорит. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. 1 Петра 1, 23 говорит. Новое рождение, рождение свыше, благодаря Слову Божьему. И что Слово Божье является нетленным семенем. 1 Петра 2, 2 говорит. Духовный рост приходит от молока Слова Божьего. Иоанна 8, глава 31, 32 стихи. Если пребудете в Слове Моем, то вы истина, Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Свобода от разрушения приходит от Слова Божьего. 1 Иоанна 2, 5 говорит. Кто соблюдает Слово Его, в том истинная любовь Божья совершилась. Хвала Господу. И совершенная любовь изгоняет страх. Аллилуйя. Слово Божье производит все это. 4 глава притч, с 20 по 22 стихи, говорит, что исцеление производится Словом Божьим. Библия говорит, что Он послал Своё Слово, и оно исцелило их. Второзаконие 8, 18. Ибо это Бог дает тебе силу приобретать богатство. Процветание, согласно книге Иисуса Навина 1, 8, приходит от размышления в Слове Божьем день и ночь. Я предаю вас, 20 глава Деяний, предаю вас Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас. Итак, сила и назидание приходит от Слова Божьего. И дать вам наследие со всеми освященными. Это приходит от Слова Божьего. И я должен добавить в этом месте Писание. Нам говорится, что Слово Божье является тем, что делает нас способными принимать это наследие. Поймите это. 2 Петра 1 глава «Все потребное для жизни и благочестия, или божеского естества, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас, и которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Слово Божье производит стократную победу и защиту. Ефесянам 6,17 «Меч духовный», послание к евреям 2,3 «Ангелы Божьи», Псалом 102,20 Библия говорит, что ангелы Божьи повинуются голосу Божьему. Аллилуйя Отвеченная молитва Иисус сказал, «Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то, чего не пожелайте, просите, и будет вам». Слово Божье приносит жизнь вашей воле. Слово Божье приносит жизнь вашей воле. Так что ваша воля не является непослушной и не бежит от Бога. Но ваша воля начинает согласовываться с Его волей, когда вы ставите Слово Божье на первое место в своей жизни. Когда вы поступаете по Слову Божьему, это выводит на сцену Иисуса. Слава Богу! Слово Божье говорит, что Бог следит за Своим Словом, чтобы исполнить Его. И согласно третьей главе послания Иакова, со второго по шестой стихи, слова подобны удилам во рту коней и подобны рулю корабля. И Библия говорит, что каким бы большим ни был корабль, или какой бы большой ни была буря, вы управляете всем телом коня, вы управляете всем кораблем и направляете его словами. Слова это то, что запускает процессы жизни. Слова запустили весь процесс и жизнь этой вселенной. В начале было Слово. Слово было у Бога. Слово было Бог. Оно вначале было у Бога, и без Него, или без Его Слова, ничто не начало быть, что начало быть. Затем, спускаясь несколькими стихами ниже, вы приходите к 14 стиху, в котором говорится, и Его Слово стало плотью и обитало с нами. Теперь, 4 глава притч. Мы будем применять нашу веру. Притчи, 4 глава. Вы со мной? Вы следите за ходом моей мысли? Всякий, соединенный со Словом Божьим, может все в укрепляющем Его помазании. Вы знали, что Библия говорит, что Богу все возможно? Вы знали, что та же самая Библия говорит, что все возможно верующему? Меня это радует. Некоторые из вас смотрят на меня как... Я знаю, что она это говорит, но... 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 может, она говорит это. Скажу вам вот что. По этому поводу нет никаких и... если... или... но... но... вы верующий. Но... во что вы верите? Ну, я верю, что Бог меня исцелит. О, да? О, да, я верю, что Бог меня исцелит. Что ж, вот что я вам скажу. С таким же успехом вы могли все это время верить, что Кеннет и Глория произведут платеж за ваш дом. Вот что вы лучше сделаете. Вы лучше узнаете, что я сказал насчет платежа за ваш дом, прежде чем вкладывать в это столько сил. Если я когда-либо где-либо сказал, что произведу платеж за ваш дом, тогда, делая все, что в моих силах, я так или иначе, произведу этот платеж за ваш дом, потому что я человек своего слова. Единственный путь, как вы становитесь человеком своего слова... Основная причина, почему многим людям сложно верить в честность слова Бога, в том, что они сами не особо держат свое слово. И ваше слово не является особо надежным только лишь потому, что вы продолжаете оставлять для себя выход из положения. Чтобы ваше слово было надежным. Кем бы вы ни были. Мне все равно, будь вы Джон Уэйн или Вэлли Кокс. Если вы хотите, чтобы ваше слово было надежным, тогда вам придется делать то, что говорит Библия, и сделать посвящение своему слову и слову Божьему. Если вы дали слово, сдержите его любой ценой. Даже если вам придется клясться злому, или клясться себе во вред. Нет, это то, что говорит Библия. Возможно, несколько дней вы мало что будете говорить. Вы не будете постоянно много болтать, как вы это делали. Вы понимаете? Что вам придется стоять на каждом слое, выходящем из ваших уст. О, но скажу вам, когда вы становитесь такими, вы начинаете понимать, какую работу приходится делать Богу. И вы начинаете ценить тот факт, что у Него есть сила выполнить ее, когда вы осознали, что у вас нет всей этой силы выполнить ее, и без Него у вас ее и не будет. Если вы сказали им, что будете там в три часа, тогда, благословен Бог, в три часа стойте в дверях, а не в 3.25. Есть одна вещь, которую телу Христову придется отучиться делать, а именно лгать. Отбросьте ложь. Перестаньте лгать. Ложь? Ну, брат Копланд, я не лгу. Вы только что солгали. О, это удар ниже пояса. Эй, приятель, да? Ты пойдешь сегодня на это собрание Копланда? Ну, да, я постараюсь быть там. Вы, врунишка, вы сидите дома и смотрите телевизор, и даже не планируете идти на это собрание. О, но, брат Копланд, это не ложь. Неужели? Слово Божье говорит, что да будет слово ваше. Да, да? Нет, нет. А что сверху этого? То от лукавого. Мои ноги просто убивают меня. Нет, они не убивают вас, и вы солгали, когда так сказали. Возможно, они болят. Если они болят, вы можете так и говорить, если хотите. Но не говорите никому, что они вас убивают. Я чуть не умер от восторга. Нет. О, брат Копланд, ну вы уже просто придираетесь к мелочам. Что ж, вы хотите быть успешными или продолжать жить так, как вы жили? Ну, знаете, я не стоял в вере, и все такое, и для меня все обошлось хорошо. Нет, оно не обошлось хорошо, потому что оно возвращается. Вы, возможно, выскользнули так или иначе из-под этого, что бы это ни было. Долги, сомнения, немощь, болезнь, проблемы. Большинство людей настолько ориентированы на проблемы. Они думают, что у них должны быть эти проблемы. Могу сказать вам следующее. Проблемы будут приходить, это однозначно. До тех пор, пока не придет Иисус и не заберет отсюда дьявола и не посадит его в яму, будут приходить какие-то проблемы. Они будут приходить, вы можете так себе это и пометить. Но это не означает, что вы должны быть побеждены ими. Мы победители. Помните, мы об этом читали, хвала Господу. Вы должны побеждать каждую проблему, которая встречается на вашем пути. Большинство людей настолько ориентированы на проблемы, что сама эта идея просто непостижима для их мышления. Как я мог победить эти проблемы? Я думал, Бог, Бог, если бы ты только мог снять с меня половину этого, я бы смог нести все остальное. Это богохульство. Он пошел на крест, чтобы вам не нужно было нести ничего из этого. Позвольте мне показать вам, что сделало с этим ермом, описанным в 28 главе второзакония. Железным ермом, снимающим бремена, уничтожающим ермо силы. Дэн, подойди сюда. Помоги мне в этом. Ты не возражаешь, если я немного помну твой галстук. Слово «помазание», слово, переведенное в Исаии 10-27, как «тук», снимающие бремена, уничтожающие ермо сила. Нет, не слово «тук», а слово «распадется». Это еврейское слово, означающее «разлагаться», «гнить». И это единственное место, где я смог найти, что оно переведено, как «распадется». Но в данном контексте речь идет о том, что «тук», помазание, разложит ермо, а не просто сломает его. Не цитируйте это, что помазание ломает ермо. Здесь говорится не это. Здесь говорится о том, что оно уничтожает ермо. Если бы ермо ломалось, это означало бы, что дьявол может восстановить его обратно. Разлагающая сила помазания подобна коррозии или ржавчине, на стале или алюминии. И она будет разъедать его, разъедать его, и разъедать его до тех пор, пока не превратит его в порошок. Так что дьявол больше не сможет его использовать. И вот то послание, которое несет это слово. Наклонись. Это платформа для бремени. Он сказал, что снимет бремена с его плеч. Если вы прочитаете это в книге Второзакония, там говорится, что из-за ерма он не может разогнуться. Из-за ерма. Не из-за бремени, а из-за ерма. Если бы он мог разогнуться, он бы избавился от бремени. Почему он не может разогнуться? Давай. Потому что я держу его за цепь ерма. Я могу положить сюда все, что захочу. Он не может от этого избавиться. Каждый раз, когда он будет пытаться разогнуться, видите, неважно, какой он большой или какой он сильный, когда вы держите его в таком положении посредством ерма и цепи, он беспомощен. Но когда это ермо разваливается на части и цепи падают на землю, он разгибается, и что происходит с бременем? Подождите минутку. Что если бы я держал его в таком положении? Снова наклонись. Снова наклонись. И я возложил на него разные бремена. Тут налетел ветер и сдул некоторые из них на землю. И он по-прежнему не может разогнуться. Я положу их обратно. Только когда он, благодаря помазанию, избавляется от этого, я не смогу положить это обратно на него. Я не могу заставить его согнуться. А когда он разгибается, он разгибается и начинает ходить. И я не уверен, хочу ли я связываться с человеком такого размера. У меня нет над ним преимущества. Понимаете? Спасибо, Дэн. Я благодарен за это. Если вы просто говорите, «Ну, знаете, я не использовал свою веру, когда заболел, и в итоге все сложилось хорошо». Нет, оно не сложилось хорошо. По благодати Божьей это вас не убило, но оно возвращается. Почему? Потому что вы по-прежнему ходите вот так. И позвольте мне вам сказать, что вы говорили. «Ну, знаете, каждый раз, когда мы с женой собираемся в отпуск, дети заболевают, и мы никуда не едем». Ну, знаете, я слышал по телевизору, что снова начинается сезон гриппа. «О, скажу вам, я заболеваю им каждый раз, когда он приходит». Послушайте, я знаю, что я сейчас им заболеваю. Я знаю, что сейчас я заболеваю. Это ваш обычный разговор. Вложите в свои уста слово Божье. Каждый раз, когда вы чихаете, вы должны говорить, «О, я подхватываю исцеление». Слава Богу. Кто-то скажет, «Ну, это будет ложь». Нет, это истина, вы понимаете. Это слово Божье, это истина. Да, но, брат Коплант, разве это не факт, что я сильно простужен? Это факт. Но это не истина. Истина изменит факт, если вы обратитесь к ней и встанете на нее. Вы не лжете. Вы говорите из другого измерения. Вы просто говорите из другого измерения. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, мы молимся сегодня во имя Иисуса. Мы возносим наши руки, наши сердца, нашу хвалу. И мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за слово живого Бога. Мы благодарим Тебя за силу Божью, чтобы она проявлялась на этом месте всю эту неделю. Мы прославляем Тебя и поклоняемся Тебе за это. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Мы молимся сейчас в послушании записанному Слову Божьему. Мы молимся за всех людей, за царей и за людей, стоящих у власти, за мужчин и женщин, находящихся у власти в нашей стране и в других странах по всему миру, чтобы церковь проводила жизнь тихую и безмятежную. И мы прославляем и благодарим Тебя. И Господь, мы воздаем Тебе всю хвалу и славу за это. Во имя Иисуса. Вы можете сказать аминь? Затем повернитесь, пожмите руку двум или трем людям и улыбнитесь так широко, как вы только можете. Скажите им, что вы рады, что они здесь. И затем можете садиться. Слава Богу! Откройте свою Библию вместе со мной на пятой главе первого послания Иоанна. «Сегодня мы будем говорить о преимуществе верующего». У верующих есть преимущество над этим миром. И если мы научимся им пользоваться и ходить в нем, оно не только даст нам победу в тех сферах, в которых мы испытывали недостаток, и в тех сферах, в которых мы были подчинены этому миру. Особенно, когда вопрос касается дьявола. Нам незачем быть подчиненными ему. Мириться со многим хламом. Особенно в том, чем мы должны уже владеть. В том, чем мы уже должны командовать. И так далее. Но отчего мы отказались и позволили дьяволу править. И позволили нечестивым быть над нами и быть главой. А нам самим быть хвостом. Но Библия не так об этом пишет. Библия говорит, что мы должны быть главой, а не хвостом. Слава Богу. Быть на высоте, а не внизу. Давать взаймы, а не самим брать взаймы. Слава Богу. Слава Богу. Преимущество верующего – это вера. Чистая и простая. Это наше преимущество. У нас есть явное преимущество в том факте, что Бог дал нам все, что Он использовал, чтобы сотворить небеса и землю. Весь Его план, когда Он запустил в действие небеса и землю, Библия говорит, что Он сотворил небеса и землю мудростью и пониманием. И Он взял всю эту мудрость и отложил ее в сторону для нас. И Библия говорит, что Он сокрыл ее для нас. И Он сокрыл ее во Христе Иисусе. И когда пришел Иисус, и Он вошел в вас, Он принес с собой Его мудрость. Он не оставил ее где-то снаружи. Она сейчас там, но она принимается верой. Более того, понимаете, все, что есть у Бога, Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, все, что есть у Отца, является Моим. И Он от Моего возьмет и возвестит вам. И затем Он повторил это еще раз на тот случай, если они это пропустили. Он сказал, «Я снова говорю, все, что имеет Отец, есть Мое». И Он послал Духа Святого, чтобы вести и наставлять нас, чтобы получить все, не просто маленькие кусочки, то тут, то там. А все, что есть у Бога, и все это было дано нам по завету. Было дано нам по завету еще до основания мира. Еще до того, как пришел грех. Еще до того, как сатана вообще был сотворен. Еще до того, как был сотворен Адам. Еще до того, как была сотворена его жена. Еще до основания мира Бог связал Себя заветом с каждым человеком, который сначала будет сотворен, а затем рожден на этой планете. Он дал нам, каждому из нас, равную часть всего того, что могли предложить небеса. Вы найдете это в первой главе послания к Ефесянам. Особенно в третьем стихе говорится «Благословен Бог, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах. Когда Он это сделал, еще не было земли, так как Он избрал нас в нем прежде создания мира». Слава Богу! Он дал это все вам еще до того, как пришел грех. Аминь. Он приготовил это для вас. И затем Он послал Иисуса, чтобы не дать вам это потерять. Хвала Господу! Одного этого достаточно, чтобы начать ликовать об этом. Но понимаете, оно все принимается верой. Вера — это связующее звено. Поэтому вера — это преимущество верующего. И проблема, с которой сталкиваются люди... Я забегаю немного вперед. Давайте прочитаем это местописание. Первое Иоанна. Пятая глава. «Всякий...» О, это благая вещь, не так ли? «Всякий верующий, что Иисус есть помазанный, от Бога рожден». Кто из вас в это верит? Всем своим сердцем вы верите в это. Слава Богу! А тогда, как вы поступаете на основании этого? «Ну, я верю в это. Поэтому я рожден от Бога. Ну, я не чувствую, что я рожден от Бога». Там не говорится, что вы будете чувствовать себя рожденными от Бога. Там говорится, что вы рождены от Бога. Поэтому снова поднимите свою руку и скажите, «Я подхожу для этого». Поэтому, вера, я говорю это. Я рожден от Бога. Поэтому никогда больше не сражайтесь с этим. Ваши чувства не меняют фактов Слова Божьего. Фактически. Это больше, чем факт. Это истина. Истина изменит факт. Всякий, любящий родившего или любящий отца, любит рожденного от него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, «Когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». «Ибо это есть любовь к Богу». В синодальном переводе Библии так и говорится. «Ибо это есть любовь к Богу». То есть, это проявление любви к Богу. «Чтобы мы соблюдали заповеди Его и заповеди Его не тяжки. «Ибо всякий, рожденный от Бога». Итак, вы являетесь этим всяким. Аминь. И это утверждение идет здесь несколько глубже. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Итак, «всякий, рожденный от Бога». Что ж, вы рождены от Бога, поэтому вы победитель мира. Слово Божье рождено от Бога. Поэтому Слово Божье является победителем мира. Слава Богу! Все, что рождено от Бога. Ваша вера рождена от Бога. Любовь Божия у вас была рождена от Бога. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Хорошо. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Итак, буквально минуту назад вы исповедовали верой, что вы рождены от Бога, верно? Тогда, согласно этому слову, вы являетесь победителем мира. «Ну, я не чувствую, что побеждаю». Там не говорится, что вы будете чувствовать, что побеждаете. Возможно, вы даже не побеждаете, но вы победитель. Пора победителем побеждать. Поэтому начинайте верой, принимая то, кем Бог вас называет, и затем через исповедание своих уст, через свои действия предпринимайте шаги по направлению к этому и дайте Богу право и власть над вами, чтобы побеждать через вас, в вас, вокруг вас и для вас. Слава Богу. Вы рождены от Бога. Вы победитель мира. Победитель мира. Итак, кто, и сия есть победа, победившая мир, вера наша? Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Аллилуйя. И это местописание, эти первые пять стихов, являются замечательным примером, и мы будем использовать их в качестве примера того, как высвобождать и одерживать победу посредством побеждающей мир веры. Итак, давайте начнем отвечать на некоторые из этих вопросов Писания. У кого есть вера? Мы просто позволим Писанию ответить на это. Прежде всего, откройте послание к римлянам. И давайте прочитаем с 6 по 17 стихи. А праведность от веры так говорит. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа помазанного, свести». Или чтобы свести помазание. Или кто сойдет в бездну, то есть помазанного его помазания, из мертвых возвести. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. «Но если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Ибо Писание говорит, «Всякий верующий в него не постыдится». Здесь нет различия между Иудеем и Эллином. Или же можно было написать здесь, особенно в наше время, и в свете всего того, что происходит в отношении расизма и всего остального. Нет различия между расами или культурами, потому что один Господь у всех. богатый для всех, призывающих его. «Ибо всякие». Вот вы снова. Аминь. «Всякие, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как уверовать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Или без того, кто им об этом расскажет? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, «Как прекрасны ноги благовествующих мир» или проповедующих Евангелие мира? Евангелие целостности. Все на месте, ничего не сломано. «Благовествующих благое». Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». И пусть это будет нашим основанием. Вера не приходит от проблем, суматохи и скорбей жизни. Она приходит от Слова Божьего. Давайте откроем сейчас 14 главу Книги Деяний. Это местописание обратило внимание на Евангелие. Давайте кое-что увидим в 14 главе Книги Деяний. И мы начнем с 5 стиха. 14.5 «Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавшие о сем, удалились в Ликаонские города, в Листеру и Дервию, и в окрестности их, и там благовествовали, или проповедовали Евангелие». Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. «И там благовествовали, или проповедовали Евангелие». «В Листере некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром, от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла». Говорившего что? Они слушали, как он проповедовал Евангелие, верно? Он слушал говорившего, или проповедующего Евангелие Павла, который, взглянув на него, и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, а откуда у него взялась эта вера. В некоторых переводах Библии я видел, как в кратком содержании в начале главы написано «Павел исцелил Хромову в Листре». Нет, Павел его не исцелял, его исцелил Иисус. Павел проповедовал. Благодаря дарам Духа он увидел, понял, что вера этого человека поднялась в том, что касалось его исцеления. Он слушал говорившего Павла. Павел, увидев, что этот человек имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом «Стань на ноги твои прямо!» И он тотчас скочил и стал ходить. Вера приходит к каждому, кто будет слышать Слово Божье и поступать по нему. Начнем с того, что вера находится в Слове Божьем. Теперь давайте посмотрим 12 главу послания к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю». Подчеркните это. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Это не включает в себя каждого в этом мире. Эта вера пришла, когда вы услышали Слово Божье, поступили по нему и были рождены свыше от нетленного семени. Нет духовных врожденных дефектов. Такого не могло быть, чтобы вы родились свыше, но не получили никакой веры. Такого не могло быть, чтобы вы родились свыше и получили веру, которая не работает. Такого не могло быть, чтобы вы родились свыше и получили небольшой кусочек искалеченной, испорченной веры. Есть вера, которую не привели в действие, но нет такого понятия, как вера, которая не будет работать. Но в людях есть невежество, которое калечит вашу веру и не дает ей работать Но когда вы оставляете его и обращаетесь к Слову Божьему Она сразу же начинает работать каждый раз И вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего, понимаете? Поэтому вера пришла в вас, когда вы родились свыше И посмотрите на это еще раз Всякому из вас говорю Бог дал меру веры каждому из них Они все были рождены свыше Он написал это послание рожденным свыше людям И я хочу утвердить это с вами Я не хочу, чтобы вы просто верили мне на Слово Вы можете посмотреть другие переводы Библии, и это хорошо Но я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной третью главу второго послания к фессалоникийцам И пока мы движемся в этом направлении Не закрывайте послание к эфесянам Мы к нему еще вернемся Второе фессалоникийцам Третья глава Второй стих В первом стихе говорится Итак, молитесь за нас, братья Второй стих Молитесь за нас Рожденные там, когда они родились свыше Но если они попадают в ту сферу, где они являются беспорядочными Они не являются разумными, согласно Слову Божьему Они ходят в одном и том же свете с нечестивыми людьми То у них есть вера Но их вера не работает Непрощение будет заглушать вашу веру И когда вы начинаете поступать как нечестивые люди Не прощаете, делаете другие подобного рода вещи Вы отключаете свою веру И она оказывается у вас бездействующая Она не будет работать в такой атмосфере И кто-то спросит Ну я не понимаю, почему она не будет работать Я могу вам сказать, почему она не будет работать Если вы высвободили свою веру в непрощении И она работала Вы бы убили ей кого-то И еще одно Еще одно местописание во второй главе послания к Ефесянам Я хочу, чтобы вы прочитали со мной восьмой стих Ефесянам 2,8 Ибо благодатью вы спасены через веру И сие не от вас Божий дар Не от дел, чтобы никто не хвалился Ибо мы его творения Созданы во Христе Иисусе на добрые дела Которые Бог предназначил нам исполнять И кто-то спросит Брат Копланд, была ли благодать Божьим даром Или вера Божьим даром Что ж, ответ следующий Не от дел, чтобы никто не хвалился Вы не предложили ни одного, ни другого Вера была даром Божьим И благодать была даром Божьим Аминь Нет Вы не родили ни одно, ни другое Они родили вас Аминь Это все равно, что спрашивать Родился ли я от моего папы Или от моей мамы Даже мой быстрый ум может понять Что для этого потребовались они оба Аминь Аллилуйя Для этого потребовалась благодать и вера И они обе пришли от Бога И Он дал вам свою веру Когда вы пригласили Иисуса войти в ваше сердце Он ее автор Это его вера Которая находится сейчас в вашем сердце Горящая И пламенеющая Надеющаяся Что вы ухватитесь за нее Надеющаяся О, только дай мне возможность подняться и выйти отсюда И позволь мне показать тебе, что я могу делать Мы увидим из Писания Иисус сказал, что вера была дана нам в качестве слуги Чтобы служить вам Служить Аминь Бог не призвал вас быть слугой веры Нет Он призвал веру быть вашей слугой Слава Богу Исцелить ваше тело Освободить ваше мышление Ходить в силе Божьей Приводить людей к рождению свыше Крестить их Духом Святым Быть с ними и ходить с Богом в то же самое время Вот для чего Бог дал вам это преимущество Над этим миром Аминь Всякий верующий, что Иисус есть Христос От Бога рожден Всякий, любящий родившего Любит и рожденного от Него Или если вы любите отца, вы любите и детей Что мы любим детей Божьих Узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его Ибо это есть любовь к Богу Чтобы мы соблюдали заповеди Его И заповеди Его не тяжкие Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир Всякий, рожденный от Бога Побеждает мир И сия есть победа, победившая мир В вера наша Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий Итак, вы верите в это? Хорошо Вера Это преимущество верующего Вера является тем, что приводит в действие благословения Вера это связующее звено с помазанием Это сила Помазание Благословение Божье, которое снимает бремена и уничтожает ермо И это вера Божья, которая живет внутри вас Которая была дана вам от Бога Когда вы родились свыше Она была вложена в ваш дух Которая подключается к этому помазанию В первом Иоанна, во второй главе, в двадцатом и двадцать седьмом стихах говорится Что помазание, которое вы получили от него В вас сейчас пребывает Есть помазание в вас Точно так же, как и вера в вас У кого есть вера? У каждого рожденного свыше верующего есть вера Божья Нет духовных врожденных дефектов Вы не могли получить веру, которая не работает Есть вера, которая не была приведена в действие Потому что вы были рождены свыше Не от тленного семени Но от нетленного семени Словом Божьим, которое живет и пребывает вовек Нет такого, чтобы у вас ничего не было Люди терпят поражение из-за незнания работы веры И из-за неправильной информации Хорошо, вы со мной? Вера — это духовная сила Которая рождена в верующем Это та же самая сила Которую высвободил Бог словами своих уст Когда Он сотворил эту вселенную Это та же самая мудрость Которую Он использовал, чтобы сотворить эту вселенную Является мудростью и пониманием той силы Которую Он высвободил в тот же самый момент И когда вы хоть немного узнаете о ней Она будет работать Иисус в 17 главе Евангелия от Луки сказал Что вера является вашим слугой И она будет слушаться вас И сейчас Я хотел бы поговорить об этой сфере веры Вера Согласно посланию к римлянам 3.27 Действует по духовному закону Главное благословение Послушайте сейчас очень внимательно Главное благословение Действует По законам Духа И они работают Оно работает, когда оно приведено в действие Оно не работает автоматически просто потому, что вы были спасены Когда вы были спасены Оно автоматически здесь Но оно работает, когда вы приводите в действие Те законы, которые им управляют И в послании к римлянам 3.27 говорится, что вера Действует по духовному закону И наполненные верой слова Подкрепленные соответствующими делами Господствуют Над законами греха и смерти Послание к римлянам 8.2 Потому что закон Духа жизни В помазании Иисуса Освободил меня От закона греха и смерти Поэтому грех и смерть Являются результатами закона Духа жизни В помазании Иисуса Искаженном, чтобы работать в противоположном направлении Когда пришел сатана Да, я вам уже говорил Я скажу это еще раз И буду продолжать говорить вам это Вплоть до восхищения церкви Он был лишен всего Сведен на нет Он не мог привести в действие какой-либо закон Он ничего не мог сделать У него ничего не было Когда Адам преклонил свои колени И подчинился ему Он отдал сатане свою власть Сделав сатану своим духовным господином и главой В результате этого Природа сатаны вошла в дух Адама Которой была духовная смерть И его дух сошел на нет Теперь Власть Адама была в руках падшего ангела И помните, что я вам раньше уже говорил Его благословение Превратилось в проклятие Вы это понимаете? Оно было перекручено И начало работать в прямо противоположном направлении И благословение Адама Которое было всяким духовным благословением в небесах Адам был облачен в славу Божью И у него было все Кроме бессмертия Слава Богу Именно поэтому он был выведен из Эдемского сада И ему не было позволено есть от дерева жизни То, что раньше было в нем верой, стало страхом То, что раньше было в нем в любовью, стало ненавистью То, что раньше было в нем смелостью, стало разочарованием и смущением Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего И страх бежит от Бога, когда слышит его То, что было верой, стало теперь страхом внутри его нулевого духа Бог проговорил, вместо того, чтобы пришла вера, этот страх убежал и спрятался от него И то благословение, которое было на земле То благословение в Эдемском саду Благословение Боже мой Что за место? Послушайте, все люди в мире Могли собраться вместе И объединить свои мозги Но так никогда бы такого не придумали Оно было несравненно больше всего, чего вы могли попросить или о чем помыслить И не видел того глаз, не слышало уха, что приготовил Бог для любящих его Оно представляется хорошим уже только по одному описанию в Библии Но мы понятия не имеем о том, каким было то место Вы не имеете ни малейшего представления о том, как они выглядели Как они ходили и как они жили Адам был увенчан, коронован славой Божьей Он никогда не видел своего тела до тех пор, пока его дух не сошел на нет И этот свет не погас Он изнутри наружу был облачен в эту славу, которая пребывает на Боге Он и его жена были огонь, отчресл их и выше, и отчресл их и ниже И молния, подобно вспышкам, великолепия, как будто Бог сверкал из них Они никогда не видели своих тел, пока их дух не сошел на нет И они были смущены и престижны Они не знали, что делать Благословение, пребывавшее на том месте, моментально было развернуто на 180 градусов Вся атмосфера этой планеты потеряла благословение Божье И как бы сатана ни старался, он не может этого сделать Если он пытается благословить тех, кто ему служит, они умирают Они не живут, они умирают Ноль Ноль говорил вам, что делать Итак, наполненные верой слова Послание Иакова говорит, что вера без дел мертва сама по себе Наполненные верой слова, подкрепленные соответствующими действиями Высвобождают силу, которая побеждает и господствует над законами смерти Закон духа жизни во Христе Иисусе вошел в ваш дух И то, что было страхом, теперь является верой То, что было ненавистью, теперь является любовью И сила Божья, и плод духа пребывают внутри вас Готовые, хотящие, способные питаться всем словом Божьим Которое вы будете туда вкладывать И ходить на основании всей силы Божьей и всей славы Божьей Вы являетесь благословенными Куда бы вы ни шли Петр Если у вас есть какая-то тень Я имею в виду, что его тень никого не исцеляла Проснитесь Но когда они оказывались на расстоянии его тени от него Им даже не нужно было к нему прикасаться Оказываясь поблизости, рядом с ним Главное благословение И его сила Помазание Исходило из него Не только из него То же самое происходило и с другими Они были на улице Вам достаточно было оказаться вот на таком расстоянии Что происходило? Проклятие, пребывавшее на вас Сталкивалось с силой благословения И это благословение Начинало разворачивать это проклятие На 180 градусов Вдруг вместо того, чтобы быть нулем Оно сделает кого-то из никого Слава Богу! Аллилуйя! Хвала Господу Помоги мне Иисус И Иисус, говоря об этом в 11 главе Евангелия от Марка в 23, 24 и 25 стихах Говорится Имейте веру Божью Используйте веру Божью Затем он говорит Всякие Если кто То есть каждый Рожденный свыше По Писанию Имеет право использовать веру Божью Почему? Она рождена в вас Она там Позвольте у вас кое-что спросить У вас есть законное право Пользоваться вашим желудком? У вас есть законное право Пользоваться вашими легкими? Они не принадлежат кому-то другому Не так ли? Ну, вы все молите за меня сегодня Знаете, мне сейчас нужно будет подышать И я хочу быть уверен, что я не пропущу Бога Я знаю, что у меня есть легкие Но может, он не хотел, чтобы я ими пользовался? Вот насколько невежественна Религия в свете Слова Божьего Понимаете? Мы не говорим о христианизме Мы говорим о христианстве Вы были рождены свыше И эта вера находится внутри вас Слава Богу И когда Она будет подниматься внутри вас Она не только изменит ваши обстоятельства Она начнет изменять обстоятельства членов вашей семьи И ваш дом превратится в совершенно другое место И люди будут приходить и говорить О, это место стало другим Что произошло? И вы улыбнетесь и скажете Я благословлен Аллилуйя Хвала Господу Аллилуйя Слава Богу Иисус просто сказал Имейте веру Божью Ибо если кто скажет Это связывает ваши слова с главным благословением Если кто скажет горе сей Поднимись И ввергнись в море И не усомниться в сердце своем И вот во что вы должны верить Но поверит Что сбудется По словам его Будет ему что не скажет Послушайте Это не значит быть благословленным время от времени Когда мне это нужно А потом Я вешаю свое благословение в шкаф На тот случай Если в один прекрасный день Когда вдруг случится что-то плохое Я мог открыть шкаф Достать свое благословение Одеть его на себя Сказать что-то верой Получить свое исцеление И потом повесить свое благословение обратно в шкаф Нет, 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 нет Позвольте мне еще раз пройти по этому месту Писания 11 глава Евангелия от Марка 23 и 24 стихи Имейте веру Божью Если кто скажет горе сей Поднимись и вернись в море И не усомниться в сердце своем Но поверит Что сбудется По словам его Будет ему Что Не скажет Потому говорю вам Все, чего не будете просить в молитве Верьте, что получите И будет вам Мы с Глорией Тогда только начинали Меня пригласили проповедовать на небольшое собрание полно евангельских бизнесменов Глория тогда осталась дома, а я готовился к служению Я был в своем гостиничном номере Я просто ходил по комнате Молясь в духе И все возвращаясь к этой 11 главе Евангелия от Марка Скажу вам, мои кости горели 11 главой Евангелия от Марка С 22 по 25 стихи Я просто Я был в таком восторге Я продолжал возвращаться к тому, что сбудется все А не что-то одно Ну, знаете, у меня накопилась небольшая задолженность по выплатам за машину Я верю, мне лучше подняться и сказать что-то Я буду говорить это верой А почему вы уже не говорили это верой? Мы пришли к тому, что сделали исповедание религиозным О, мне нужно следить за тем, что я говорю Что толку следить за тем, что вы говорите, если вы не знаете зачем? Или если это просто потому, что, ну, знаете, просто мы такие И я продолжал возвращаться к этому, и я спросил Господь, что это? Он ответил Я хочу, чтобы ты пришел к осознанию и пониманию того, что все, что ты говоришь своими устами Является семенем Все, что ты говоришь Осуществляется Ну, брат Копланд, я верю, это уже некоторая крайность Главное благословение является крайним Я крайне благословлен Аминь Откройте вместе со мной 12 главу Евангелия от Матфея Аллилуйя 12 глава Матфея 33 стих Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим Или признайте дерево худым и плод его худым Дерево познается по плоду Порождение Ехиднины Как вы можете говорить доброе, будучи злым? И в послании к евреям злое сердце описывается как сердце неверия Неверие Это не отсутствие веры Нет такого понятия, как отсутствие веры По-человечески Вы не можете совершенно ни во что не верить Ну, я не верю, что я во что-либо верю Что ж, вы только что сказали мне, что вы не верите, что вы верите Вы верите, что вы не верите Вы не можете не верить Внутри вас есть способность верить И она работает постоянно Вы верите либо в одно, либо в другое Ну, я в это не верю Почему? Ну, я верю в это, понимаете? Не существует отсутствия веры. Проявлять неверие, значит, верить чему-то отличному от того, что сказал Бог, и то, что Он сказал в Своем Слове. Это то, что Он хотел сказать, понимаете? Злое сердце неверия не обязательно может быть только у того, кто кажется злым человеком. В своем сердце они... Да, но что если... Или верить чему-то отличному от того, что говорит Библия. Ну, я скажу вам, что сказал об этом мой пастор. Меня не интересует, что я сказал, или что вы сказали, или что сказал пастор, или кто-то еще. Меня интересует, что сказал Иисус. Но вы можете видеть, что здесь происходит, когда вы вставляете сюда это таким образом. Вы, будучи злы, или имея неверующее сердце, не можете говорить доброе. Вы не можете говорить слова веры от неверующего сердца. Ибо от избытка сердца говорят уста. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе». «Злой человек из злого сокровища выносит злое». Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. «О, скажу вам, вы говорите о крайности». Мы до этого еще даже не дошли. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». «О, вы говорите о серьезных вещах». «И так от избытка вашего сердца говорят ваши уста». И затем Иисус добавил. «И когда стоите на молитве...» То есть это не должно занимать много времени, поскольку вы можете сделать это, пока стоите. Он сказал, «Когда стоите на молитве, прощайте. Прямо там это и делайте. Не шутите с этим. Делайте это, потому что вера и непрощение не будут работать в одной и той же комнате. Вместе. Непрощение работает, как... Он дальше сказал, «Если вы не прощаете, ваш Отец Небесный не простит вам согрешения ваши». Это не потому, что Он не хочет, а потому что Он не может до вас достучаться. Понимаете? Непрощение, когда вы противитесь тому, чтобы простить, вы также противитесь прощению, поскольку присутствует сопротивление. И оно везде. Оно вверху, внизу, сбоку. «Я отказываюсь прощать. Я противлюсь тому, чтобы простить. Бог пытается простить меня, но я сопротивляюсь Ему в то время, как я противлюсь тому, чтобы простить». Невозможно делать одно, не делая при этом другого. Знаете почему? «Главное благословение». Главное благословение. Если вы не будете благословлять, главным благословением вы будете проклинать. «Когда вы отказываетесь прощать, вы отказываетесь благословлять». То есть вы основываете свое благословение на том, что делает тот человек, а не на том факте, что Бог вас благословил. И Библия говорит, что Бог благословил Авраама для того, чтобы он был благословением. «Аминь». «Аминь». «И как вы это делаете?» «Наполненными верой словами с соответствующими действиями, называя несуществующее, как существующее». И первое, что вам придется сделать, это в избытке вкладывать в себя это слово. Вам придется размышлять над ним. Вам придется поставить слово Божье на первое место в вашей жизни. Вам придется говорить слово вера каждый раз, когда вы будете открывать свои уста. Вам придется строить, 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 строить и строить на этом благословении и строить на этом благословении. Вам придется прийти к тому, что вы окружите себя им, что вы отключите весь тот мусор, который вокруг вас, и закройте свои уши для всей этой остальной смерти этого мира. Аллилуйя. И вы скажете, Бог, положи охрану уста моим, как сделал царь Давид. Я отказываюсь от этого. И будете строить, строить и строить, чтобы ваши отношения и соответствующие действия, подкрепляющие ваши слова, вы просто ожидаете, что главное благословение будет работать всегда. Мы приходим перед Ним с ожиданием. Мы здесь, чтобы открыть свое сердце и свой разум для откровения с небес, чтобы научиться от Тебя, Господь Иисус, научиться тому, как быть больше похожими на Тебя, ходить, как Ты, говорить, как Ты, жить, как Ты на этой земле. И мы воздаем Тебе хвалу и честь за это. Во имя Иисуса. Аминь. Мы говорим о том, чтобы называть несуществующее, как существующее. Не называть существующее, как существующее. Так оно никогда не изменится. А называть несуществующее, как существующее. То есть называть что-то в прошедшем, настоящем или будущем времени. В прошедшем, как уже что-то осуществившееся. Итак, сегодня мы будем говорить о верном, непреложном Слове Бога, обращенном ко мне, обращенном к вам. И, пожалуйста, я хочу, чтобы вы встали вместе со мной. Возьмите свою Библию. Откройте 10 главу Евангелия от Марка. Это говорит Иисус. Вы записали, какое семя вы вчера посеяли. И вы записали время и все остальное. Не держите это просто в памяти, если у вас это где-то записано. Возьмите эти записи, вложите их в свою Библию, если можете, поскольку это часть этого. 29 стих. А те из вас, кто ничего пока не посеял, пока мы это делаем, покайтесь. Кто-то может сказать, брат, мне нечего было туда положить. Тогда во имя Иисуса провозгласите перед Богом, что у вас будет. И Бог примет это в кредит. Хвала Господу. Аминь. Благодарение Богу за это. Потому что иначе я никогда бы здесь не оказался. Когда я в 1967 году стал партнером со служением Орл Робертса, у меня в кармане не было ни копейки. У меня не было никаких денег в банке. У меня вообще не было счета в банке. Не было никаких денег. Ноль. Понимаете? И когда раздавали небольшие конверты, в них был вложен маленький деревянный карандаш. Я взял этот карандаш, заполнил тот конверт, что я как партнер буду поддерживать их служение десятью долларами в месяц. И я сказал, Господь, если бы у меня были деньги, я бы положил их в тот конверт. Они дали мне этот карандаш, поэтому этот карандаш мой. Я принимаю этот карандаш, я посвящаю этот карандаш Господу, Иисусу Христу из Назарета. Я кладу сейчас этот карандаш в этот конверт, который представляет собой мои десять долларов. Я положил его в конверт и бросил в корзину для пожертвований. Я партнер, слава Богу. Они закончили служение, женщина, стоявшая там, начала кричать, «Эй, эй, вы!» Я обернулся. «Я?» «Да, вы подойдите сюда». Это собрание проходило в штате Джорджия. Она была настоящей южной леди. И она сказала, «Я не знаю, кто вы, я не знаю, откуда вы, но Господь все это собрание побуждал дать меня вам десять долларов». И она протянула. Я сказал, «Слава Богу, дайте их мне». Я схватил их, догнал Ашера, достал из корзины свой конверт, положил тот карандаш в свой карман, а вместо него положил в конверт эти десять долларов, и слава Богу. Аминь. Итак, Иисус сказал в 29 стихе, «Нет никого, кто оставил бы дом, братьев, сестер, отца или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, братьев, сестер, матерей, детей, земель, а в веке, грядущем, жизни вечной». Хорошо, а теперь скажите, «Отец во имя Иисуса, я был предупрежден, что по мере того, как ты меня благословляешь, дьявол будет пытаться гнать меня. Я запрещаю гонения во имя Иисуса и в послушании записанному Слову Божьему. Я молюсь за тех, кто обижал и гнал меня. И сейчас, Господь Иисус, я записал для себя мое семя. «Сейчас я поступаю на основании этого записанного Слова, этого верного, непреложного Слова от Бога во имя Иисуса». Сейчас припишите к этому пожертвованию два нуля, и это ваш урожай. Апостол Павел сказал, «Не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашему или на вашем счету». У вас на небе и счет, точно так же, как он есть у вас на земле. Отец Небесный, я провозглашаю это в согласии с твоим словом на моем небесном счету. И сейчас я снимаю с этого счета мой урожай, и я пожинаю от Царства Божьего. Я верю, что получаю сейчас благодаря этому непреложному Слову с Небес. Хорошо, подождите, подождите. Просто постойте и поразмышляйте над этим минуту. Сейчас посмотрите на Евангелие от Марка 11, 24. Готово? Читаем. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И когда стоите на молитве, вы стоите на молитве? Прощайте. Хорошо. Прямо там, где вы стоите, простите. Сделайте это прямо сейчас. Просто скажите, «Господь, я тот, кто прощает. Я всех прощаю. Я ни на кого ничего не держу. Во имя Господа Иисуса. И я верю, что получаю. И я верю в это потому, что ты мне это сказал. Я принимаю во внимание это непреложное слово». Теперь приходит время для решения. Возьмите свою Библию. Я просто показываю вам, как я это делаю. Хорошо? Хорошо. 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 Возьмите свою Библию. Если бы Иисус оказался в моем присутствии, и Он присутствует, в моем духе Он никогда не оставляет и не покидает меня. Но понимаете, если бы Он, о, я бы схватил и обнял Его. Что ж, у меня есть Бог, Слово Божье, и я, конечно же, не стесняюсь обнять это. Это Слово. Я прижимаю это к себе. Это запись моего завета и моего наследия. И я принимаю это решение. Я сначала продемонстрирую вам это, а потом мы это сделаем. Отец, я посвящаю себя Тебе. Я посвящаю себя Твоему непреложному Слову. Я не буду слушать никакое другое Слово. Я не буду слушать никакое Слово от боли. Я не буду слушать никакое Слово от других людей. Я не буду больше советоваться с кровью и плотью в отношении этого. И каждый раз, когда я буду слышать своими физическими ушами или чувствовать своим физическим телом, или видеть своими физическими глазами что-то, идущее вразрез с тем, что говорит твое слово, ранами его вы исцелились, я буду запрещать этому. Я буду говорить своими устами прямо противоположное тому, что пытается сказать мне мое тело, или что пытается диктовать мне обстоятельства. Я посвящаю себя этому верному, непреложному слову. И я ухватываюсь за него в этом темном месте, и я хожу в нем до тех пор, пока не взойдет утренняя звезда. Я посвящаю себя ему. Это значит стоять перед зеркалом и становиться исполнителем слова. Но вы должны принять это решение. И теперь, когда я принял это решение, как только какая-то боль, как только что-то говорит, я сразу же говорю своими устами, Господь, я просто хочу прославить тебя. Так хорошо быть исцеленным, так хорошо быть здоровым. И я делал то же самое, понимаете, с нашими финансами. Наши финансы росли весь год. Но в прошлом году мы потратили 20 миллионов долларов на то, что Бог сказал нам сделать. Сверх нашего планового бюджета. Нам нужны были дополнительные 20 миллионов, чтобы уравновесить статьи баланса. Я спросил у Глории, Боже мой, Глория, как можно получить 20 миллионов долларов и по-прежнему быть без денег? Она ответила, ты тратишь 22 миллиона. Да, верно, именно так вы это и делаете, понимаете? Я молился и искал Бога в отношении того, чтобы пришло еще 100 миллионов долларов сверх планового бюджета нашего служения, чтобы вложить их в эту работу по всему миру, привезти в это служение эти самолеты, сделать все это. Я сделал то же самое, что я сделал здесь. То, что вы только что сделали. Я посеял семя на все это. И я начал говорить. Господь, я хочу поблагодарить Тебя. Так хорошо быть наверху в финансовом плане. И проповедники, послушайте меня, потому что я вызову судорогу вашего стиля, если вы одни из тех, кто давит на людей, чтобы они давали вам пожертвования. Вы больше не будете давить на людей. Вам придется начать давить на Слово Божье. Господь, я просто прославляю и благодарю Тебя. Так хорошо быть наверху в финансовом плане. О, дорогой Господь Бог, я в таком восторге от этого. Слава Богу всемогущему. Я скажу Тебе, Господь, эти 100 миллионов долларов, которые Ты вложил в их руки, вот что это сделало. Говорю Тебе, какая замечательная, радостная вера. Слава Богу. Я вижу это внутри. Это настолько реально внутри меня, Боже мой. Я не вижу это так, как будто мы пытаемся прийти к этому. Что касается меня, это совершилось. Я разобрался с этим несколько недель назад. И ко мне пришел мой сын Джон, который, как я вам уже говорил, является исполнительным директором нашей миссии. Он ведет все дела. Он пришел к нам с Глорией и сказал, если бы нам сегодня нужно было оплатить все наши счета, нам бы не хватало 3,5 миллионов долларов. И я не начал говорить Богу, видишь, у меня нет 3,5 миллионов. Я не могу этого сделать. Так я буду упрочивать это. Поэтому я сделал то, что сегодня сделали мы. И просто возложил заботу об этом на Бога. И каждая мысль об этом. Не размышляйте над недостатком. Размышляйте над Словом Божьим. Не берите то, чего у вас нет. Возьмите то, что у вас есть. У вас есть верное, непреложное Слово от Бога. Это совершенный закон свободы. Я не начал писать кучу писем. Я не начал волноваться из-за этого. Это не лишило меня ни минуты сна. Боже мой, у меня есть непреложное Слово с небес. И каждый раз, когда ко мне приходили мысли об этом, я говорил вслух. Слава Богу, я в таком восторге. Я разговаривал с Джоном прямо перед тем, как мы сюда приехали. Он сказал, папа, если бы нам сегодня нужно было оплатить все наши счета, нам бы не хватало 600 тысяч долларов. 600 тысяч долларов – это большая сумма, но это не 3,5 миллиона. Аллилуйя. Прошло всего менее 60 дней. И я могу потратить последние 60 дней на то, чтобы «О, что я буду делать? О, Боже, что я буду делать? Нам не хватает 3,5 миллионов. Нам не хватает 3,5 миллионов. О, Боже!» И мои ангелы стояли и смотрели бы на меня. Почему он хочет, чтобы ему продолжало не хватать 3,5 миллионов? Ты знаешь? А другой ангел бы ответил, «Не имея ни малейшего представления, почему». Бог уже проговорил к нему. «Послушай это. Послушай его. Что с ним такое? Мы не можем иметь с этим ничего общего. Мы были посланы, чтобы делать его процветающим». Тут он говорит, что ему не хватает 3,5 миллионов. Единственный, кто может исполнить это – это дьявол. Поэтому им просто приходится сложить свои крылья и ждать, пока я с этим разберусь. Но, мои братья и сестры, когда вы начинаете делать то, что вы только что сделали, вы становитесь усердными в отношении Слова Божьего и обетования Божьего. И говорите, «Это непреложное Слово с небес, обращенное ко мне. И я хожу в этом, и я пожинаю это во имя Иисуса. И я снимаю средства с моего небесного счета. Слава Богу!» И вы начинаете ходить в этом, и ваши англии говорят, «О, да, вот оно! Прямо там! Это то, к чему мы прислушивались!» И они берутся за дело. Аллилуйя! Аминь! Они работают с людьми, они делают все необходимое, устраивая что-то, двигая что-то, приводя вас к этому. И в одно утро вы решаете, что вам хочется поехать этой дорогой, а не той. И в одно утро вы останавливаетесь позавтракать здесь, а не там. И все это время они направляют вас, смотря, работая, развивая, и оно приходит. Аллилуйя! Оно приходит! Аллилуйя! Аллилуйя! Благословен Господь! Теперь скажите это громко. Господь, так замечательно пожинать! Я так благословлен! Я помню, каково это было! Не иметь достаточно! Я помню, каково это было! Сидеть в долгах! Но я верующий! Я не тот, кто сомневается! Я победитель! А не неудачник! Иисус Господь! А не недостаток! Или долг! Иисус Господь! А не боль! Боль не господствует надо мной! Я чадо освобождения! Я результат креста! Аллилуйя! Я рожден свыше! Крещен Духом Святым! Держите это там! Да, но брат Копланд, я пока еще не получил. Если вы умные, то вы только что получили. Именно так вы это и делаете. И из-за того, что мы этого не понимали, мы умоляли, просили, плакали и пинали стулья, упрашивали, прыгали вверх и вниз, жаловались и боролись. Когда мы с Глорией пришли, чтобы получить крещение Духом Святым, мы не знали, что это было. Я был готов на все. Говорю вам, к чему бы ни прозвучал призыв, я вскакивал и убежал. Мне не нужно было знать, что это было, я не хотел ничего пропустить. Когда сделали призыв для тех, кто хочет получить крещение Духом Святым и начать говорить на иных языках, моя мама сидела впереди. Я спросила, мама, мама, нам нужно это получить? Она ответила, вам нужно это получить. Мы с Глорией вскочили и вышли вперед, не имея ни малейшего представления о том, что мы должны были делать. Но я не планировал возвращаться без этого. Зачем тогда они приглашали меня выйти вперед, если я этого не получу? Но понимаете, все предыдущие годы я провел на улице. Во мне не было никакой религии. Я не знал. Я не знал, что вы не верили, когда они говорили. Поэтому я не знал, что я должен был делать. Они возложили на меня руки, некоторые из них кричали, «Держи!» Другие кричали, «Отпусти!» Я не знал, что делать, что отпускать. Я просто стоял там. И все мужчины махнули на меня рукой. А женщины вон там молились за Глорию. И этот врач, мой друг, повел нас туда и сказал, «Пойдем туда». Я ответил, «Хорошо». Он ответил, «Давай помолимся за Глорию». Я ответил, «Хорошо». Мой папа был диаконом в поместной церкви, и именно так он стоял в церкви. Поэтому именно это я и сделал. Он сказал, «Возложи руки на Глорию». Я ответил, «Нет». Я не знаю, почему это было так странно. Я был готов возложить на нее руки в любой другой раз, когда мог прижать ее к себе. Зачем надо было делать это там, когда мы молились? Я ответил, «Нет, нет, нет, нет». Он сказал, «Возложи руки на Глорию». Я ответил, «Нет». У него был голос, говорю вам. У него был такой сильный, громкий голос. Однажды он молился за нас в ангаре, и все механики склонили свои головы. Он был замечательным человеком, таким удивительным мужем Божьим. И он сказал, «Возложи на нее руки». И я возложил на нее руки, прежде чем успел осознать, что произошло. Когда я дотронулся до нее, она стояла лицом в другую сторону. Я положил руку ей на спину, и сила Божия прострелила мою руку. «О!» Я сказал, «О, Боже!» Сейчас, оглядываясь на это, я не думал об этом, но, похоже, у меня промелькнула мысль, «Забудь о ней!» «О, Боже!» Меня просто накрыло с головой. «О, Иисус!» Я отошел, сел и сказал, «О, Боже!» «О, Боже!» В тот момент я не соединил, что это было тем, что я вышел получить. Он подошел, встал прямо передо мной, положил свою руку мне на голову и сказал, «Не говори ничего по-английски!» Я сказал, «Ха-ха-ха!» И с тех пор на них и говорю. Позже я узнал, что я мог получить это в тот же вечер, когда я родился свыше. «Все, что мне нужно было сделать, это попросить, так сказал Иисус, и верить тому, что Он сказал». Понимаете? Но я этого не знал. Мне нужно было уехать в тот вечер. Мне нужно было вернуться на самолете обратно в Литл-Рок, штат Арканзас. Я работал там на одного авиадилера. Я поехал в аэропорт. Сел в самолет. Я взлетел. Это была ясная, прохладная, зимняя Арканзасская ночь. Светили звезды. Я был в восторге. Я набрал высоту, включил автопилот и просто сидел там. О, Господь, аллилуйя! Я сказал, «Господь, я снова буду говорить на этих иных языках. Знаешь, я ничего об этом не знаю. И если это от тебя, я в полной мере планирую, что ты помажешь меня это делать. Если нет, что ж, хорошо. Я просто не буду больше это делать. Но я ставлю это на твое усмотрение. Я просто возлагаю всю заботу об этом на тебя». Именно это вы и должны делать, когда вы невежественны в Писании. «Но не оставайтесь невеждами в Писании, а обратитесь в Слово Божьему». Поэтому я просто сказал. Я вспомнил кое-что из того, что я говорил раньше, и скажу, «Вот оно снова пошло». Слава Божьей бурлила внутри меня. И я... И тот маленький самолет. Я посмотрел в окно, я мог видеть себе огнелитр Рока, и я подумал, «Мне нужно... Осталось 20 миль. Мне нужно связаться с аэропортом насчет посадки». Что я им скажу? И я подумал... Я взял тот микрофон и сказал, «Это...» И внутри себя я сказал, «Господь, я мало что об этом знаю, но мне придется просто открыть свои уста. Если я скажу это на иных языках, тогда тебе придется помочь их ушам, а не...» Затем я нажал кнопку на том микрофоне, и к своему большому удивлению, если хотите знать правду, я сказал, «Управление посадкой Литл Рока. Это...» «Все как полагается». И я подумал, «О, я сказал это на английском, полагаю». По крайней мере, они ответили мне на английском. Я приземлился, вышел из самолета, и я закричал и прославил Бога на всю площадку перед терминалом. Я был там посреди ночи в международном аэропорту Литл Рока. Я танцевал там по всей площадке перед терминалом, прославляя Бога. И я мог получить это несколькими месяцами раньше, но я не знал. Если бы я знал то, чему учил вас сегодня, знаете, где бы я сейчас уже был? Прямо там, где я стою. Но это помогло бы мне избежать многих тяжелых ударов на пути к этому в первые пять лет, потому что мне нужно было узнать об этом. Но вы знаете. Вы знаете. Вы знаете. Вы теперь знаете как. Вы знаете. По руководству Господа, главы церкви, Иисуса из Назарета, и через помазание Духа Святого, я дал вам заряженный духовный пулемет. И на таковой нет закона. Воздайте Господу хвалу и благодарение. Аллилуйя. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу дать вам практическое библейское определение праведности Божьей, поскольку мы будем говорить сегодня на эту тему. И как я уже говорил, праведность Божья является ключевым аспектом во всех посланиях апостола Павла. Это ключевой аспект в Новом Завете. Это взаимоотношение Завета с Богом. Важно, чтобы вы это знали. Праведность Божья это праведность, которая от Бога. Это праведность, которая есть Бог. Это праведность. То, что вы с Богом. Поэтому это праведность Божья. Ваше спасение от Бога. Не так ли? Вы не могли себя спасти, поэтому ваше спасение от Бога. 54 глава Исаии. Вот мы снова вернулись в книгу Исаии. 54 глава книги Исаии, 17 стих говорит, «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь». Это есть наследие рабов Господа, оправдание или праведность их, они правы, чтобы делать это. Праведность их от меня, говорит Господь. Поэтому праведность Божья – это праведность самого Бога. Она от Него, Его, и так далее. И вот определение. Праведность Божья – это способность стоять в присутствии Бога Отца и в присутствии сатаны и всех дел тьмы без какого-либо чувства вины, без какого-либо чувства осуждения, без какого-либо чувства неполноценности, как будто бы грех никогда не существовал. Это праведность Божья. И это то, о чем мы говорим. Тот, кто ходит в этом, это человек, который Словом Божьим обновил свой разум и развил праведное сознание. Мы увидим это в Писании. Слово Божье говорит нам это делать. Это праведное сознание. У нас было греховное сознание, сознание поражения, сознание греха, немощи, болезни и страха, демонизированное сознание. Когда мы постоянно жили с сознанием поражения. И помните ту нашу иллюстрацию, когда Иисус сказал, отнимите камень от пещеры. Там стояли сестры Лазаря. И Иисус сказал, отнимите камень от пещеры. И они сказали, о Господь, он уже смердит. Иисус сказал, разве я вам не сказал, что если будете веровать, увидите славу Божью? Что ж, вы видите, где он был? О да, брат Копл, но Боже мой, ведь это был Иисус. Да, Иисус. И вы его сонаследник. И по божественному распределению, по божественному поручению и по божественному кровному завету вы получили все, не часть, а все, чем является Иисус. Все, что есть у Иисуса, все, что сделал Иисус, принадлежит вам. Он не сделал ничего из этого для себя. Он сделал это, чтобы вы могли это иметь. у вас есть его дух, у вас есть его имя, у вас есть его кровь, у вас есть его слово. Библия говорит, что всякое Отечество, вся семья Божья на небесах и на земле именуется от него, аллилуйя, у вас есть праведность, у вас есть его спасение. Я скажу вам, что еще у вас есть. Такое впечатление, что только сейчас до народа Божьего начинает доходить, что Библия говорит. Мы имеем ум Христов. Как-то раз я проповедовал в одной церкви в Хьюстоне. Я проезжал через Хьюстон и остановился, чтобы встретиться с братом Сатаном. Я возвращался в Талсу. Фактически, по правде говоря, это было в ту же самую поездку. Я ехал из Лабака, заехал в Хьюстон. Там у меня была встреча и затем я направлялся в Талсу. По-моему, оно было так. Неважно. Мы сидели там с ним за ужином и тут зазвонил его телефон. Тот человек позвонил брату Сатану и сказал, брат Хилтон, не могли бы вы провести собрание в моей церкви? Моя церковь превратилась в сухой зим. От нее вот-вот ничего не останется. Я говорю это вполне серьезно. Если у нас не будет движения Божьего, я не знаю, что мы будем делать. И Хилтон ответил, нет, у меня все это время уже расписано, но со мной за столом сейчас сидит один молодой человек, который может справиться с этой работой. Тот человек сказал, тогда пришлите его к нам. Он положил трубку и спросил, ты можешь поехать проповедовать сегодня вечером в церковь к этому человеку? Я ответил, да, конечно. Я хотел сказать, ну, дайте ко мне взглянуть на мое расписание, но у меня не было никакого расписания. Слава Богу, я сказал, да, с удовольствием. Я отправился туда, и вот была эта церковь. Она была размером где-то с эту центральную секцию. Люди начинали сидеть где-то отсюда. Где-то отсюда. Это все были пустые места. И на последнем ряду сидели подростки. И группа девочек накручивала друг другу волосы. И тот пастор был прав. Церковь высохла как изюм. Зазвучало соло на кларнете. Мне было трудно поверить. Я в жизни никогда такого не слышал. Я верующий. Понимаете, я ведь верю. Вы могли черкать спичками, а то, что выходило из трубы того человека. Это было самое худшее, что я когда-либо видел. Я сидел там и думал, о нет, боже, помоги этому человеку. Боже мой, лучше бы он нашел себе другую работу. Это было ужасно. Я нисколько не преувеличиваю. Затем пастор повернулся и представил меня, сказав, а сейчас наш проповедник, о, как там его имя, который приехал, чтобы проповедовать вам. Меня представили, как как там его имя. Мне было все равно. Мне все равно. Какая мне разница? Слава Богу. Я имею в виду, я хотел побыстрее начать проповедовать. Я уже был весь разогрет до предела и ждал, когда он наконец закончит свое вступление. Он передал мне слово. Я вышел из-за кафедры и пошел туда, где сидели люди. Его глаза округлились. Наверное, он не знал, что можно было туда пойти. В любом случае, я пошел туда, в зал. И со мной случилось то же самое, что в другой раз случилось со мной в том кафетерии. Из меня начало выходить все то, что я слушал на кассетах. Светности, надежде, любви, дарах Духа Святого. Я проповедовал о крещении, обо всем, о чем только мог. Да. Оно просто все начало изливаться из меня. Понимаете, я проповедовал всего несколько минут, и одна из этих маленьких сияющих святых, вы понимаете, она была где-то такого роста, я бы дал ей лет 75, может чуть больше. Она вскочила с кресла и выбежала в проход прямо передо мной. И она сказала, о, так было в 1919 году. Она, говорю вам, слава Богу, ее локоны на волосах раскрутились. Те подростки на заднем ряду начали танцевать. Сила Божия накрыла то место. Все начали танцевать и веселиться там, слава Богу. Собрание продолжалось. Они сделали призыв для желающих принять Иисуса. И пару человек приняло спасение. И после служения я уже выходил из зала, а они продолжали кричать, пастор, может ли этот человек остаться и провести у нас собрание? Может ли он остаться и провести у нас собрание? Он сказал, брат, если вы когда-либо будете проезжать мимо, я сказал, я здесь сейчас. Он не мог понять, о чем он говорил. Но потом он дал мне понять. Он собрал пожертвования в конце служения, и корзины для пожертвований были полными. А он подошел ко мне, дал мне 25 долларов и сказал, извините, брат, это все, что мы собрали. Он солгал мне. Ему не нужно было мне этого говорить. Я был бы вполне счастлив, если бы он сказал, Копланд, я скажу вам, мы уже давно не собирали таких больших пожертвований. И я благодарю Бога за них. Но у этой церкви накопилась такая задолженность. Нам придется потратить их на оплату счетов, брат. Я бы ответил, посейте это, посейте это, аллилуйя, и нет вопросов. Просто скажите мне правду. Если бы он так сказал, я бы сказал, что ж, хотите продолжить, чтобы мы провели здесь собрание? Слава Богу, Бог движется здесь, кто знает, что может произойти? Но нет, он решил украсть их, и затем он солгал. И сегодня этой церкви проповедник не знал, что он был праведностью Божьей. Он думал, что он был просто бедным проповедником. И именно им он и был. Аминь. С тех пор я был занят своим делом. Аллилуйя. Просто отлично проводя время. И вы тоже можете. Каждый может. Каждый, у кого хватает здравого смысла просто делать то, что говорит Бог. Аллилуйя. Аминь. сейчас эти дни. Этот огонь горит. Горячо. Огонь Божий. Сама атмосфера по всему миру взывает о людях, которые поднимутся и будут теми, кем они являются, и будут делать то, что Бог призвал их делать. Аллилуйя. Итак, это мое вступление. Давайте прежде всего обратимся к посланию к римлянам. Мы прочитаем некоторые места Писания и затем начнем двигаться к завершению. Слава Богу. Я пытаюсь найти здесь выключатель. Мне показали, как включить, но не показали, как выключить. Давайте откроем послание к римлянам, третью главу. Я еще раз покажу вам доказательства пораженческого греховного сознания. Что оно будет делать с Писанием? Что оно сделает с обетованиями Божьими? Что оно делает с каждым чадом Божьим, который имеет то же самое положение перед Отцом, ту же самую праведность? Богом мы были провозглашены правыми, переведены в правильные взаимоотношения с Ним. Посредством крови Иисуса у нас есть право смело приходить к престолу благодати и получать милость и обретать благодать для благовременной помощи. И прежде чем мы прочитаем это, кто из вас знает местописание? Все согрешили и лишены славы Божьей. Поднимите руку. Кто из вас слышал это местописание? Ныне независимо от закона явилась правда или праведность Божья во всех и на всех верующих. Кто из вас действительно знает это местописание? Поднимите руку. Далеко не столько, сколько предыдущие. А вы знали, что они идут одно за другим? И прочитайте это вместе со мной. Третья глава, двадцать первый стих. Но ныне, скажите ныне, сейчас, когда? Прямо сейчас. Когда вы умрете и пойдете на небо? Нет, сейчас. Прямо сейчас. Ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божья. В английском переводе Библии здесь курсивом добавлено слово «которая». Это означает, что оно было добавлено переводчиками. И каждый раз, встречая слово, написанное курсивом, вам нужно прочитать этот стих без него и посмотреть, влияет ли оно как-то на этот стих, особенно, не ослабляет ли оно его каким-то образом. И в данном стихе оно в действительности не меняет его значение, но несколько его ослабляет, поэтому оно здесь не нужно. Праведность Божия через веру в Иисуса, помазанного, через его помазание во всех и на всех верующих нет различия. почему? Почему нет различия? Почему нет различия? Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И это не было обвинение, чтобы держать нас где-то внизу. потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Это было утверждение, которое дало право всем нам получить и быть сделанными праведностью Божьей. Это сильная вещь. Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание, или будучи сделанными праведными, сделанными правыми, даром по благодати Его, искуплением в помазанном Иисусе и в Его помазании. Прочитайте 26 стих. Нет, я должен прочитать 25 стих. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его. Вот здесь ключевой момент. Это ключ, который открывает развитие праведного сознания. я действительно должен говорить здесь с вами прямо. Я просто должен спросить у вас напрямик. Вы не верите или верите и доверяете? И у вас есть вера в кровь Иисуса? Тогда вы праведность Божья. Вы праведность Божья. И каждый раз, когда дьявол будет пытаться начинать принижать вас, говоря, что-то о себе возомнил, называя себя праведностью Божьей. Да ты никто. Я знаю, о чем ты вчера думал. Я все это знаю. Просто встаньте, скажите своему разуму замолчать, но не ограничивайтесь этим. Пусть что-то выйдет из ваших уст. Скажите Сатана и все присутствующие здесь бесы. Я напоминаю вам, у меня есть вера в кровь Иисуса. Я праведность Божья. И одно из моих прав это приказать вам убраться из моего присутствия с такого рода ложью из ада. Говорю вам, сделайте это несколько раз, и вы станете настолько сильными, что вы начнете говорить как апостол Павел, когда он сказал «Я радуюсь в скорби». Аминь. В конце концов, он знает, кто победит. Вместо того, чтобы говорить «О, тренер, не выпускайте меня». «О, я надеюсь, Бог не призывает меня туда». «Я надеюсь, Бог не призывает меня туда». Однажды я был у зубного врача. Чистил зубной налет. И я лежал там, и позади меня было две женщины. Они работали в офисе того врача. Они стояли позади меня, а я лежал там, практически лишенный способности что-либо делать. Меня полностью взяли в оборот, и одна из них сказала «О, скажу тебе, у нас вчера в церкви было собрание». Это было так замечательно. Я действительно осознала, сколько мне нужно терпения Божьего. И я просто помолилась и сказала «Бог, дай мне терпение». И вторая женщина сказала «О, нет, неужели ты действительно так помолилась?» Ты ответила «Да, а что?» «Да, я так помолилась, а что?» «О, ты даже не знаешь, тебе лучше забрать это назад». «Ты даже не знаешь, что Бог может тебе сделать». «Ты даже не знаешь, что может на тебя прийти». «Я имею в виду ты». И она начала перечислять все ужасные вещи, которые Бог ей сделает, чтобы дать ей терпение. И та женщина, которая хотела получить терпение, была из Баптистской церкви, а та, которая была так напугана, была из Песятнической церкви. но она выросла под этой тенью страха. Понимаете? Вы молитесь о терпении, но так боитесь Бога? Так боитесь, что Он просто даст вам по голове? Праведность Божья так не думает. «Это мой отец. Он не будет бить меня по голове». «Да что с вами такое?» Он сказал, «Смело приходить к престолу благодати». «Я не прихожу к престолу благодати, ожидая получить удар между глаз». Аллилуйя. Аминь. Скажу вам, я начал приподниматься с того кресла. Я не мог продолжать это слушать. И Господь сказал, «Замолчи, сядь обратно и жди». Я сказал, «Господь, я не могу, я не могу, я не могу». Он сказал, «Нет, ты можешь, просто замолчи». Вы сказать что-то на этот счет. Они не моя паства. Я был там не для того, чтобы их исправлять. Я чистил зубной налет. Я надеялся, что кто-то из них спросит, «Не правда ли, брат Копланд?» О, да, но они не дали мне такой возможности. Я с трудом мог это выдержать. Они говорили о моем Господе, и я не знал, проповедовать им или отшлепать их. Позвольте мне вам кое-что сказать. Не подходите ко мне на расстоянии замаха и не заявляйте, что мой отец навел на кого-то рак. Я освященный, но я не знаю, что я настолько освященный. Возможно, мне придется позже покаяться. Я думаю, что я освященный. Не думаю, что я бы вас отшлепал. Но мне это не нравится. Я не могу выдержать, когда люди говорят, что Иисус навел на них рак, что Он убивает детей. Боже мой. Но когда Библия говорит здесь, в этих местах Писания, он говорит в одном из переводов Библии, «Пробудитесь к праведности и не грешите». Но потом он говорит, «Я говорю это к вашему стыду. Вам пробуждаетесь». Вы не пробуждаетесь ко греху и не грешите. Если вы встретите проповедника, который все время проповедует о грехе, о, лучше держитесь подальше от этого собрания. Потому что это грешащие люди, я гарантирую. Когда вы проповедуете о грехе, я имею в виду, у них постоянно царит неразбериха. Но когда вы проповедуете праведность Божью, кровь Иисуса начинает очищать все это место греха. Так уж оно устроено. Именно так оно и работает. Аллилуйя. Скажу вам одно, брат Копланд, один пастор как-то раз мне сказал, скажу вам одно, мы здесь проповедуем обличение. Я не хочу, чтобы вы проповедовали все эти счастливые штучки. Идите и проповедуйте им обличение. Я ответил, это не моя работа. Что вы имеете ввиду, что радостную весть о грядущих хороших вещах. Это разозлило его. Ненадолго, как только он услышал что-то хорошее, это помогло ему. Аминь. Аллилуйя. Я верю всем своим сердцем, поскольку я знаю, что произошло в моем духе на сегодняшней передаче. Я верю, что многие наши телезрители, которые ухватились сегодня за Слово Божье, получили ответы на многие свои вопросы. Режиссер нашей передачи, Тим Фокс, только что как раз сказал, это так просто, верно? Это настолько просто, что вам нужно потрудиться над тем, чтобы неправильно это понять. Но религия является великим обманщиком. религия говорит, ну, смешает с двумя стаканами лимонного сока, одним стаканом земли, двумя глазами лягушки и одним грибом. Это не будет работать. Ну, это никогда не работало, наверное, Бог никогда и не хотел, чтобы это для нас работало. Но знаете, так это делал мой дедушка, а до него это делал его отец, и для них это тоже не работало. И религия именно это и делает. Религия вставляет между строк все то, что убивает веру, что является катализатором. Иисус сказал, ваши традиции делают слово Божье неэффективным, устраняет его. Аллилуйя. Итак, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет ленье, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Хвала Господу. Это духовный закон. Если вы получили освобождение, смотря эту передачу, если она благословила вас, если вы верите, что она пришла в вашу жизнь от Бога Всемогущего, тогда у нас есть определенные обязанности, оговоренные в Слове Божьем. И я говорю это не потому, что хочу, чтобы вы присылали деньги в наше служение. Честно говоря, что касается денег, неважно, пришлете вы их или нет. У меня есть вера, чтобы верить об этом Богу, и именно это я делаю. Но Слово Божие говорит, для того, чтобы вы могли быть благословлены и могли пребывать в этом, если вы научились чему-то и были благословлены духовно, то вы ответственны за то, чтобы поделиться своим добром, чтобы помочь этому служению благословить кого-то еще. И для меня это важно, поскольку я хочу видеть это живым в вашей жизни. Кто-то может сказать, да, но я не верю во все это сияние. Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И в этой шестой главе послания Галатам Павел говорил о деньгах. Так уж оно устроено. Именно об этом там и говорится? Да, именно об этом. Это хорошая иллюстрация, не так ли? Мне Отец, мы молимся о сегодняшнем дне пожертвований на этой передаче во имя Иисуса. Я прошу Тебя, открой каждому человеку, который меня сейчас слышит, как они могут участвовать в финансовой поддержке этого служения и того, что оно делает, достигая этот мир законами веры на бескомпромиссной основе. И мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Чтобы Господь не говорил вам сделать сядьте и сделайте это. Просто напишите нам в миссию Кеннета Копланда по адресу, который вы видите сейчас на экране. И в своем письме укажите, пожалуйста, по какому каналу вы смотрите нашу передачу. Станьте частью хорошей церкви. Присоединяйтесь к нам на передаче «Победоносный голос верующего» с понедельника по пятницу. А пока я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус Господь.